Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новое видео! Сегодня на улице жара, вот серьёзно, несмотря на то, что сегодня у нас последний месяц лета, но всё равно, ребята, чё-то неимоверная жара. Никто сегодня не работает, все сегодня отдыхают, все сегодня просто ходят, купаются в огородах, ну, по обычному, ребят, по деревенскому, на улице где-то плюс 32, плюс 33 градуса. Кстати, ребят, напишите, какая у вас температура прямо сейчас в городе. Обязательно это сделать в комментарии, поэтому я решил сегодня отдохнуть не на работе и купаться в огороде, я решил, ребята, покупаться и сходить на пляж. Да, ребята, я очень хочу сходить на пляж. Вот в реальной жизни я за это лето ни разу не ходил на пляж, потому что, ну, в реальной жизни я ненавижу пляжи, это вонючая вода, грязная, а вот в Майнкрафте почему бы не сходить на пляж? Поэтому, ребята, сегодня мы соберёмся с вами на пляж. Итак, что бы я взял с собой на пляж? Может быть, да, первое, мне нужны плавки. Плавки, это самое главное. Может быть, вот эти вот, ребята, плавки. Как вам эти плавки? Ладно, конечно же, я шучу, ребят, конечно же, я шучу. Уберём их нафиг. И давайте выберем... Во! Вот эти вот чёрты плавки, это идеально они подойдут. И футболочка. Футболочка нужна, чтобы мне сильно не обгореть, потому что там жарень... Ого-го! Слушайте, ну как? Плавательный сезон только открывается. Хух, ребята. Так, ну вроде я взял всё, что мне надо. Кстати, мы поедем, ребят, к океану плавать, забыл вам сказать. Очень круто там, должно быть там такой выделенный пляжик небольшой. И ещё вы спросите, что это такое. Возможно, вы могли подумать, что это одежда спецназовца, но, ребят, нету. Это плавательная одежда, и в ней я буду нырять. Да, я хочу прям понырять на глубины океана, поплавать там с рыбками, посмотреть на водоросли. Короче, вот эту всю красоту оценить, поэтому я это, ребята, беру обязательно с собой вместе с плавками, шортами. Так, также я возьму... О, зелье, да! С ним будет офигенно всё видно под водой. Ну и телефончик тоже, на всякий случай, вдруг мне кто-то позвонит и попросит срочно вернуться в деревню. Он там, не знаю, мэр или кто-то ещё, поэтому, ребята, телефончик я тоже обязательно возьму. Ну, в принципе, всё, давайте возьмём немного изумрудов, на всякий случай, там, может быть, Чурчхелу купим или что-нибудь типа этого. И, ребята, я буду прямо сейчас вызывать такси и отправляться на главный пляж. Так, давайте, ребята, я звоню в такси и увидимся с вами, когда я уже отправлюсь на пляж. И, на моё удивление, мы очень-очень быстро доехали. Представляете, я уже на пляже, на пляжу, или как там говорится, мне пофиг, но, ребята, тут так сильно солнце печёт. И, мне кажется, я к концу этого ролика получу солнечный удар, надо кепку. Чёрт, я же кепку с собой не взял, блин, забыл, надо было её взять, конечно. Так, ну ладно, таксист меня привёз сюда, и давайте, ребята, я вам покажу этот пляж. Я был тут очень давно, один раз, и посмотрите, вон, там уже даже какие-то люди загорают, несмотря на то, что так рано времени. Всего лишь сколько там у нас времени? А, да ладно, пофиг. Ну, в общем-то, ребята, сейчас раннее утро, и тут уже есть, хоть и мало, но люди как бы есть. Вот так вот, ребята, выглядит этот пляж, вы только посмотрите на него, какой он шикарный. Ну, смотрите, даже есть детская горка, можно на качелях покататься, уиии. Так, ладно, чё-то я переборщил, мне кажется, эти качели и эта горка вообще не выдержат мой вес. Ну, короче, вот, ребята, тут люди загорают, вот, видите, и, слушайте, а займу-ка я это место, почему бы и нет? Тут вон и кола есть, правда, она, наверное, дорогая, но да ладно, пофиг. Так, отдыхать-то так, отдыхать, ребята, можно посидеть спокойненько под зонтиком. Вот тут, кстати, не так жарко, тут нормально в тенёчке, да ещё и напитки прохлаждающие, круто, тут кола, смотрите, всё есть, ребята. И это супер, это супер. Так, ладно, давайте одеваемся в пляжную одежду, и всё, ребята, я готов к сезону купания! Ой, извините, дамы и господа. Так, слушайте, ребята, видимо, они тут все шикарно уже устроились, я тут один не отдыхаю. Эх, как хорошо, выпить, что ли, здесь для ночного зрения? А хотя не, нафиг, во, я его выпью, когда нырять пойду, но перед тем, как я пойду нырять, я хочу, ребята, полазить вот здесь. Вот тут вот, чтобы вы знали, очень офигенный бассейн, в который можно вот так вот просто нырять! Фух, ребята, слушайте, водичка прохладная, кстати, водичка прохладная. Видимо, тут как-то остужают, ну, не знаю, слушайте, бассейн прикольный. А ещё с этого бассейна можно нырять прямо в океан, и давайте я прямо сейчас это, опа, сделаю. Так, давайте паркурчик сюда, и давайте отсюда прямо нормально, так, в океанчик, как, прыгнем, так-так-так-так-так-так, и хоп, попрыгаем! Фух, ребята, слушайте, а раз уж я прыгнул, может мне и понырять? Смотрите, тут даже рыболовы что-то на пляже делают. А, это что за табличка? За буйки не заплывать. А, это вот эти вот буйки, что ли, за которые нельзя заплывать? Я понял, ну, мы-то, ребята, сегодня заплывем, но вы так никогда в реальной жизни, ребят, не делаете, ни в коем случае. Но у меня есть плавательный костюм, нырятельный, поэтому давайте снимаем эту тупую одежду и надеваем. Фух, ребята, я сейчас так поныряю, смотрите, во-первых, как я быстро бегаю на поверхности. Представляете, как быстро я буду перемещаться под водой. Ну что, ребята, поныряем, так, телефон надо бы выложить, надеюсь, его никто не украдёт. Так, давайте вот сюда вот спрячем куда-нибудь под сидушечку. Вот так, тихо-тихо, ты куда так скачешь, ё-моё, я не понял, из-за резины что он сделал на телефон? И изумрудики тоже, ребят, спрячем. Изумруды спрячем, иначе все промокнут. У меня денюжки, ни фигня получится. Так, ребята, а теперь давайте поныряем, уху! Слушайте, ребят, я быстро очень довольно-таки плыву, кстати. В обычном экране я, по-моему, помедленнее плыву. Так, давайте ускоримся. Слушайте, прикольно. Обожаю нырять. Так, а воды, буйки, за которые нельзя заплывать. Опа, заплыл. Ну, ладно, хорошо, ребят, это очень опасно, но, блин, смотрите, а где рыбки все? Видимо, рыболовы всех половили. А где водоросли? Да, я думал, тут, конечно, будет покрасивее. Ах, да, у меня же есть зелье, давайте вынырнем на поверхность и выпьем вот так, хопа, тихо. Давайте плаваем, плаваем, хопа, всё, отлично. Давайте, ребят, выпиваем это зелье и поехали. Это... Это ещё что? Не понял, это... Погодите, ребят, я должен туда сплавать. Вы это видите тоже? Слушай, это за буйками находится, погодите-ка. Давайте сплаваем это. Офигеть, ребят, а что это такое, я не понял. Это... Слушайте, я, кажется, понял, что это такое. Это какой-то корабль затонувший. А что он делает на общественном пляже? Это... Это же нельзя такое допускать. Чему его не убрали отсюда? Что за бред странный, ребят, происходит тут? Ладно, очень странно, сундуки тут какие-то ещё разбросаны. Ну-ка. Чего? Тут... Ой, 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 ой. Хух-хух-хух-хух. У меня шлем дюкнулся, что-то странная фигня какая-то произошла только что. Смотрите. Тут лежат какие-то вещи внутри этих сундуков. Чего? Чё они тут делают? Так, погодите, а в этом сундуке что? Тихо-тихо-тихо. Тут... Тут тоже вещи какие-то лежат. Чё это... Чё это такое? Это находится всё под водой? Нифига себе. Слушайте, а давайте как-нибудь пройдём внутрь этого корабля. Тут можно как-нибудь протиснуться? Ой, я знаю. Вот сюда, вот сюда. Ну-ка, давайте, тихо. Фух, ребят. А-та! Тихо. Это ещё кто такие? Эй, вы живы? Ребята? Ребята? Алё? Что за фигня тут произошла на этом корабле? Но он конкретно затонул. Смотрите, он со всех сторон течёт. Так, давайте-ка снимем шлем. Фух, в нём дышится. Без него дышится, на самом деле, ребят, лучше. Смотрите, тут ещё какие-то сундуки. И тут тоже какие-то предметы. Офигеть. То есть это был какой-то грузовой, я так понимаю... Денег сколько тут, ребята? Чё, кольцо с рубином? Золотая подвеска. Алмазная, я бы даже сказал. Ещё какие-то камни. Броня. Офигеть, ребята. Это, видимо, реально был какой-то грузовой круиз, который, видимо, затонул. Офигеть. Вот это предметики я, конечно, нашёл тут. Офигеть, ребят, не встать. Так, окей. Я бы отсюда, на самом деле, уходил. Серьёзно. Мне чуть не нравится этот корабль. Мне кажется, он сейчас под давлением воды просто разрушится. Может, реально вынырлим отсюда? Так, ладно, окей. Давайте вынырлим. Я надеваю шлем и... Что ж, ребята, поехали. Всё, выплываем отсюда. Так, 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 так. Вот, я уже вижу буйки. Тихо, 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 тихо. Офигеть. Вот так, ребят, сходил на пляж, конечно, находочку. Тут нашёл настоящую. Так, всё, давайте снимаем с себя всю эту одежду. И надеваем мою пляжную. Так, давайте отойдём от этих людей, чтобы никто ничего не видел. Офигеть. Смотрите, что я нашёл. Какую-то гранату непонятную, которая фиг пойми, что делает. А, это просто... Ой, ё-моё. Я уже думал, это какая-то обманка. Не-не-не, нафиг эти гранаты. А это что, ребят, такое? Тихо, тихо, тихо. Офигеть. Вот это я предметики, конечно, нашёл под водой там. Так, мне даже стало, ребят, интересно. Чё это такое? Это постройка какая-то? Офигеть. Смотрите, реально постройка. Какое-то помещение. Смотрите. Слушайте, я просто в шоке. Похоже на школу, кстати. Да, согласитесь. Похоже, реально, на школу. Так, окей. Это я понял, что такое. А это вот что у нас такое, мне интересно. Так, надеюсь, тут никто не ходит? Нет, никто не видит. Окей. Это что такое? Ой! А, я знаю, что это такое. Я думаю, что ещё за предметы два таких знакомых? Это дом. Но что он тут делает? Это... Теперь у меня просто нет сомнений, ребят, что это грузовой корабль, который просто перевозил груз и затонул. Нифига себе. Вот эту находку я нашёл под водой. Так, это я тоже знаю, что делать. Я в фильмах её видел. Это, короче, блоки. Вот так вот, смотрите, можно хватать и вот так бам! Кидать и бам! Они там падают. Прикольная тема. Смотрите, я могу поднять этот блок и вот так вот в коровку запульнуть. Смотрите, бам! Слушайте, прикольная штука. Это что? Бугатти? Бугатти? Что? Вы что, серьёзно? Это реально машина, ребята! Офигеть! Да ещё и рабочая и быстрая! Реально, видимо, это какой-то дорогой был круиз. Чё-то там реально перевозили очень дорогое. Я, ребят, уже вижу, что дорогое перевозили. Так, а это чё? Это, ребят, какая-то машина ещё одна! Они все подсвечиваются. Видимо, они ещё не готовы, я не знаю. Или что это такое вообще? Так, окей, ладно. Водить я машину не умею. В принципе, прав у меня тоже нет, поэтому нафига это... Вау! О, слушайте! Погодите-ка, нужно подойти к коробке. Это то, о чём я думаю. Я это тоже в фильме видел. Ну-ка, погодите, подходим к коробке и... Бам! Да, ребята! Это то, что я видел в фильме! Это тот самый могущественный молд! Смотрите, бам! Бам! Ладно, не буду их обижать. Пусть отдыхают себе, гуляют на пляж. Всё-таки не зря пришли. Офигеть! Вот это я, конечно, сходил на пляж... А это что такое? А это что... Мне даже ачивку дали! Это как какая-то броня! Я не понимаю, что это за броня такая? Это какого-то робота, ребята? Кто знает, что это за робот? Пишите в комментариях. Ну, слушайте, он мощный! Я прям чувствую прилив сил! Нифига себе! Ха-ха! Смотрите, какое смешное! Всем приветствую, мигамбот! Так, ладно, давайте это всё снимем и... Так же у меня дофига тут всего! Так же ещё какая-то граната! И меч какой-то офигенный, сильный, я так понимаю. Так, а это что за граната? Ой! Ой! Ой-ой-ой! Не-не-не-не-не-не! Я больше не буду бросать, ребят, гранаты! Нафиг оно надо! Так, а это что? Это тоже какая-то бомба! Не-не-не, у неё значок радио... Не, ребят, её кидать, это всё! Это просто краш Майнкрафта, это убийство всех... Хотя, ладно, ради вас так уж и быть кинул. А, её ещё как-то надо настроить или как её взорвать? Так, ладно, надеюсь, она не взорвётся. Офигеть, ребята! Представьте себе, вот эти предметы я просто нашёл на дне океана! Это очень круто! Ребята, кстати, пишите в комментариях, а вы когда-нибудь что-либо находили на пляже? Если да, то пишите что! Всё, вот я помню, как-то раз в реальной жизни на пляже нашёл 50 рублей. Как бы это всё. Но, чтобы найти украшения, огромные бомбы, постройки в реальной жизни, я не знаю, кем нужно быть, ребят, вот нужно постараться. Ну и, короче, сегодня я нашёл вот такие вот предметы, ребят, я поехал домой, серьёзно. Я хочу это всё продать у себя в деревне. Я уже отдохнул, мне просто уже хочется в деревню съездить. Я уже, наверное, вызову себе такси. Всё, ладно, ребят, спасибо большое за просмотр. С вами был я, Гомпот. Сегодня мы отлично поплавали, но больше всего мне нравится то, что мы нашли. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята!